МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если регионального оператора не было, то и проблем никаких не было. Переполненные бункеры для ТКО, свалки мусоров в Балыково, провал инициативы с раздельным забором мусора. Вот уже больше двух лет, как по всей стране, действует новая схема обращения с ТКО. И так называемая мусорная реформа, по крайней мере, в нашем городе, не принесла с собой ничего, кроме поднятия тарифов и недовольства жителей качеством оказания услуг. Перечислять проблемы, которые возникли с приходом регионального оператора по вывозу мусора, можно долго. Вот на площадке лет, да, снова все мусоровозы, которые они вводят в мусор, они все текут, правильно? И вот, значит, сразу же все жители обращаются к управляющим компаниям, что они такие плохие, что они не могут организовать. А что касается бункеров по твердому отводу, ну это вообще просто, ну, конечно, все эти мусорные реформы. Часто эти бункеры переполнены, вокруг них грязь, вывозятся они не систематически. Однако, как отметили представители регионального оператора, заполнить их могут за одни сутки. Например, организации, которые занимаются вывозом строительного мусора, не хотят заключить договор на вывоз ТКО. Поэтому ночью сгружают отходы в бункеры во дворах. Вывозят эти контейнеры по заявку управляющих компаний, которые должны отслеживать их наполнение. В эти бункеры расставят огромное количество пищевых расходов, хотя предназначено они исключительно, еще раз хочу повториться, для крупного строительного мусора. Далее заявка нам поступает от управляющих компаний. На следующий день этот бункер вывозится. Производится сфотографирование до вывоза, сфотографирование после его вывоза. Не решается в городе вопрос с раздельным сбором мусора. Что касается вывоза этого мусора из многоквартирных домов, то такое решение должны принимать собственники на общем собрании. Приняв решение о раздельном сборе, каждый дом должен самостоятельно обустроить контейнерную площадку. Здесь возникают сложности в силу имеющейся застройки, где практически невозможно оборудовать такие площадки. В зоне ИЖС решение о таком переходе принимает администрация. Специалисты муниципалитета считают, что это приведет к увеличению затрат домовладений и не торопится переходить на новую схему. В тестовом режиме муниципалитет опробовал раздельный сбор в городских общежитиях, но возникли противоречия в рамках различного трактования порядка вывоза мусора. По оценке регионального оператора контейнеры, которые предназначены для раздельного сбора мусора, он должен вывозить по его оценке ежедневно. При этом мы в результате мониторинга понимали, что такой необходимости нет. Министерство экологии региона поддержало позицию администрации, но пока проблема не урегулирована. Вообще вопросов к региональному оператору было больше, чем ответов. Пока депутаты решили создать рабочую группу, в которую помимо народных избранников могут войти представители общественных организаций и управляющих компанией, проработать эту тему и встретиться со специалистами МСК НТ уже в очном формате. Розыск нарушителей закона, личных вещей Саровчана, обследование гаражных кооперативов, пресечение наркотрафика, надзор за увеселительными заведениями города. Одни из текущих задач, которые стоят перед правоохранителями. Перед очередным выходом на дежурство сотрудники полиции и ГИБДД получили служебные указания на совместном инструктаже. Числовые уполномоченные, не забываем про патрульно-постовую службу, совместное патрулирование у нас никто не отменял. Ставим задачи, совместно обходим участки. Делаем отметки в книжках и бортовых журналах о проверке автопатрулей и пеших маршрутов. Начальники напомнили полицейским правила оформления документов и довели оперативную обстановку в городе за последние сутки. Александр Косенков также поставил несколько задач своим подчиненным. Ставится задача по выявлению недостатков в содержании уличной дорожной сети, составлению актов, выявленных недостатков в содержании УДС, с последующей выдачей предписания на их устроение. А также ставится задача по надзору с дорожным движением, по работе в местах концентрации ДТП, по выявлению нарушений ПДД, связанное с проездом пешеходных переходов, выявлению нарушений ПДД пешеходами. Подобные разводы регулярно проводят для определения основных направлений работы и успешного взаимодействия подразделений. После инструктажа наряды отправились на дежурство. С каждым годом в городе растет количество машин. И те дороги, которые были построены десятилетия назад, уже не отвечают новым требованиям. Строить новые транспортные развязки каждый год нет возможности. В рамках выделенного финансирования администрация старается применять меры, чтобы снизить аварийность на дорогах. Ряд мероприятий запланирован и на этот год. В целях снижения аварийности на опасных участках дороги в 2021 году планируется следующее мероприятие. На Перекростке, улица Московская, улица Гоголя, улица Березовая устройство искусственной неровности. Это история с разгоном в направлении Нижегородской для того, чтобы снижать скоростной режим. Также планируют установить искусственные неровности на улице Балыговской, запретить поворот налево при выезде с прилегающей территории возле торгового центра «Атом» на Силкино. На Перекрестке Музруково-Зернова хотят реконструировать существующий светофор, чтобы можно было свободно повернуть налево с Московской на Зернова. Также в планном порядке заменять знаки на новые с повышенными светоотражающими свойствами. На опасных пешеходных переходах появятся светофоры. В пешеходном переходе у проспекта Музруково, в переходе к стадиону, планируется установка светофорного объекта с кнопочным режимом перехода. У перекрестка строителя Захарова, улица Давиденко, планируется установка искусственной неровности для того, чтобы снижать скоростной режим. И перед пешеходным переходом тем самым снизить возможность аварийности выезда транспортных средств со стороны Давиденко на улицу строителя Захарова. На этом участке, кстати, за календарный год произошло три столкновения. Место признали новым очагом аварийности. Также планируется поставить кнопочный светофор на улице Зернова на переходе возле парка. Финансирование ограничено, поэтому в первую очередь обращают внимание на магистральные улицы, где происходит больше всего аварий. У нас много мест, где требуется установка дополнительных светофорных объектов с кнопкой. На улице Силкина, на той же. У нас есть четырехполосные дороги, где на сегодня пока нерегулируемые пешеходные переходы. А, естественно, на всех этих участках надо ставить регулируемые. Это дополнительные средства, причем это опасные участки, в первую очередь опасные. Поэтому я бы все-таки концентрировался на этих вещах, в первую очередь закрыть эти моменты. Впрочем, состояние дорожного полотна оставляет желать лучшего. Все мы помним колеи зимой, когда трудно заехать во двор. Сейчас им на смену пришли ямы. В прошлом году эти выбоины на дорогах стали латать еще в феврале. И 34 ДТП у нас зарегистрированы при наличии сопутствующих недовольтворительных дорожных условий. Я не говорю, что 34 ДТП чисто по вине дорожников нет. Но сопутствующие нарушения в содержании УДС были выявлены при осмотре места происшествия. В целом, аварийность Сарови ниже, чем в среднем по области. Ее оценивают по двум критериям. Первый – это социальный риск. Количество погибших на 100 тысяч населения. И транспортный – количество ДТП на 100 тысяч зарегистрированных транспортных средств. Социальный риск в Сарове – 4,2 погибших на 100 тысяч населения. В регионе – это 12,6. Транспортный риск – единица для Сарова и 2,9 для Нижегородской области. Но у таких хороших показателей есть и обратная сторона. С 2015 года сотрудникам ГИБДД запрещено использовать скорости меры, чтобы фиксировать превышение. Делать это нужно с помощью автоматических камер, которые стоят на дорогах. Мы не можем заставить всех в ЦБДД Нижегородской области прийти к нам в Саров и работать на наших дорогах. Это тоже, видите, отрицательная сторона цифра. Как хочу добавить, что все средства автоматической фотофиксации, которые в настоящее время устанавливают ЦБДД, устанавливаются по приоритету аварийности. И с учетом, конечно, наших цифр, нам очень трудно отягаться с областью. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Тазики, тряпки, капли с потолка. Для жителей дома номер 17 по улице Шевченко эти предметы давно стали первой приметой весны. В этом году потолки протекли даже на предпоследнем этаже. Мы обратились в ЖЭК 2-го числа, 2-го марта. Никаких-никаких сдвигов не было. Нам говорят, ставьте тазики, ставьте тазики. Какие тазики, говорим, у нас на розетке все течет, на розетке замыкание будет. Нам что делать-то? Ничего не знаем. Найти место протечки и залатать его коммунальщики смогут только при хорошей погоде. Но проблема гораздо серьезнее. Все дело в ветхой кровле, которую капитально ремонтировали более 20 лет назад. Поэтому она постоянно протекает. Потеки видны не только в квартирах, но и на недавно покрашенных стенах подъездов. Ни разу не было никакого ремонта, кроме косметического. А что толку делать косметический ремонт фасада или чего, если у нас крыша постоянно, каждый год течет. Посмотрите вот, пожалуйста, на фасад. Тут грибок завелся у подъезда. Там все мокрые, все углы. В квартире тазики стоят. Жильцы постоянно звонят в управляющую компанию с жалобами на протекающую крышу. Как пояснил главный инженер центра ЖКХ, сотрудники регулярно ремонтируют кровлю. Но заделав брешь в одном месте, через некоторое время они вновь возвращаются на эту крышу, чтобы латать в другом месте. Невозможно после выполненных работ по текущему ремонту, по предыдущим протечкам гарантировать, что на будущий год это не потечет опять, если рядом материал, который уже свой срок отработал в два и более раза. 17-й дом по улице Шевченко построен 62 года назад. Последний раз капитальный ремонт крыши делали в 98-м году. Следующая реконструкция кровли запланирована на 2043 год. Еще 20 лет с протекающей крышей жильцы не выдержат, поэтому они хотят обратиться в фонд капитального ремонта, чтобы перенести сроки. С точки зрения материальной выгоды и сокращения времени сбора всех документов, ну и инициировать этот вопрос, наверное, удобнее все-таки органам местного самоуправления. По словам Константина Зайцева, это позволит сэкономить на оплате экспертного заключения. Также жители дома имеют право на возмещение убытков при протечке крыши, если от этого пострадала собственность владельцев. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. Неправильно установленный слив в арке между вторым и третьим подъездами. С такой проблемой в городской дозор обратилась жительница дома по адресу Московская, 21. Елена Макарова считает, что из-за нового слива талая дождевая вода подмывает фундамент дома. В том году я тоже куда-то пожаловалась, что сливу здесь сделали, слив такой, что он течет прямо под наш дом. Это разрушает, строились дома частные, а получается, что мы под свои дома льем воду, чтобы они быстрее разрушились. Никто не хочет принимать никаких мер. Представитель МУП «Центр ЖКХ» утверждает, что за 2020 и 2021 год в адрес управляющей компании обращений жалоб по этому вопросу не поступало. Перед интервью арку осмотрели. Наледь, которая там образовалась, появилась по естественным причинам, пояснил Константин Зайцев. Но эта наледь, она присутствует ведь из-за чего в данный момент времени? Снег задувает, и при положительных температурах он подтаивает, а так как там в арках тень, солнечного света нет, он достаточно быстро и растекается, и замерзает. Когда снег сойдет, функциональность слива и фундамент дома проверят снова. На период осеннего осмотра разрушение отмостка сотрудники управляющей компании не зафиксировали. Отмостка – это, скажем, один из проектных вариантов отвода дождевых вод, которые косые дожди по стене стекают, от фундамента не зафиксированы. Есть отдельные трещины, но это опять из-за разности расширения материалов. Это место примыкания отмостки горизонтально, вертикальности нет. Поскольку эта придомовая территория относится к управляющей компании, снег на ней расчищают регулярно. Но посыпать лед оперативно удается не всегда, рассказал Константин Зайцев. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. На девятый этаж лифт во втором подъезде дома 15 по улице Некрасова поднимается с таким скрежетом. Жители с середины января перемещались без лифта. С нетерпением ждали его запуска. Сейчас ездят на нем с опаской. Периодически его снова отключают специалисты. Он работает с субботы после обеда. Включили, но работает он безобразно. Седьмой, восьмой этаж – шум. Ну, скрипит. Скрип идет. Ну, дай бог, хоть бы так работал. По словам главного инженера ООО «Лифт-сервис» Александра Белова, неприятные звуки возникают из-за того, что тросы пока не смазывали. Перед проведением комиссии по приему такие мелочи обязательно устранят. В третьем подъезде лифт все еще не запустили. Пенсионерам и мамочкам с колясками приходится преодолевать этажи по лестнице. В четвертом подъезде та же история. Я говорю, вы лифтеры? Да. Я говорю, время 10, а вы только совещаетесь. Ничего не делайте. Во сколько должны? 20-го, 3-го сдать лифт. Ткнула им пальцем, говорю, бери мои сумки и неси на шестой этаж. Молчат. Постучали, ушли. В субботу еще постучали. Сегодня они постучали. Все, больше ничего. Каркас, облицовку сделали на этажах и все. С одной стороны, жители рады, что лифты заменили на новые. С другой – недовольны срывом сроков уже на неделю и качеством выполнения работ. Единственное, недовольны, что очень долго делают. Вот третий месяц. И не качество. Причем работают ребята иногда так мощно. Чуть ли не с утра и до ночи работают. А потом раз – и пропадают. Их на неделю, а то и на полмесяца. Ничего не делают. Ничего не делают. Вроде бы не доканчивают работу свою. А лифт не включали. Главный инженер подрядной организации заверил, что рабочие завершили установку лифтов и запустили их в первых двух подъездах. В остальных заканчивают косметический ремонт. Сами лифты, механическая часть всех лифтов готова. Но первый, второй, третий подъезд 100% готовы. И уже, наверное, пользуются люди. Я просил вчера включить их. Их, наверное, вчера включили. Не включали только третий подъезд. Покрасили просто, чтобы люди не испачкались, было покрашено. Наверное, уже включили. А вот четвертый, пятый подъезд надо было заделать в пороге. Там щели. И тоже можно включить в эксплуатацию. Если верить словам подрядчика, уже в пятницу жители смогут пользоваться новыми лифтами. Комиссию по приему объектов проведут в ближайшее время. Если специалисты найдут недочеты, рабочие их исправят. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Из-за нового введения в законодательстве в этом году изменились сроки приема в первые классы. Теперь подать заявление можно с 1 апреля до 30 июня. Это касается детей, которые прописаны на закрепленной за конкретной школой территории. Приказ о зачислении сдадут в течение трех дней после окончания приема всех заявлений. То есть только 3 июля родители будут знать, что их ребенка зачислили в школу. Из 6 июля родители имеют право подать на свободные места в те образовательные организации, которые они выберут. В этом году достаточно большой объем первоклассников мы ожидаем. Мы ожидаем порядка 950 человек. В законе предусмотрен широкий спектр лиц, у которых есть льготы при зачислении в первые классы. Все они перечислены на сайте департамента образования. Также с 1 апреля подавать заявление имеют право родители детей, чьи старшие братья и сестры уже учатся в выбранной школе. В этом году очень важный аспект, который только второй год действует, это что братья и сестры, независимо от прописки, проживающие на одной территории и находящиеся в одной семье, зачисляются в данную образовательную организацию по преимущественному праву. Подавать документы родители смогут в порядке живой очереди, как в школе, так и в МФЦ. А возможность заполнения заявления через сайт госуслуг департамента образования известит родителей дополнительно. Что касается наборов знаковой школы, то в центре образования будет 5 классов, в 17-й школе 2 класса. 11-я школа, у которой значительное количество детей более 150 человек, пока открывают 4 класса. То, что касается 11-й школы, мы будем принимать решения в процессе приемной кампании, будем понимать, сколько детей пришло в 11-ю школу. Если будет такая необходимость, мы будем увеличивать количество классов именно по данным закрепленной территории. Не надо стремиться отдавать ребенка в так называемые знаковые школы, а стараться понять, что нужно вашему будущему первокласснику. Иногда у 6-7-летних детей снижен темп деятельности, несформированная эмоционально-волевая сфера. И если его отправить в учебное заведение с высокими требованиями, туда, где ребенку некомфортно, у него упадет самооценка и мотивация к обучению. И дальше будет гораздо тяжелее. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Школьникам, которые в этом году не планируют поступать в высшие учебные заведения, достаточно сдать два государственных выпускных экзамена по русскому и по математике. Причем сдавать их нужно будет в своей школе. Тем, кто планирует поступать в ВУЗы, придется пройти процедуру ЕГЭ. И сдают они в обязательном порядке русский язык, и они должны обязательно набрать минимальное количество баллов для того, чтобы его сдать. И второй, любой предмет по выбору, или один, или два, или три, сколько необходимо для ВУЗа, тоже в форме единого государственного экзамена. Математику, как обязательно предмет, отменили. Базовой части не будет. Профильную математику выбрали для сдачи более 400 человек. Более 40% выпускников будут сдавать физику. Решение провести итоговые экзамены в таком формате было принято исключительно из-за пандемии. Подобная практика не должна стать постоянной. В Нижегородской области в этом учебном году выпускники учились очно, но в каких-то регионах России учеба была дистанционной. Основной период государственной итоговой аттестации с конца мая до окончания июня. В экзаменах в девятом классе свои нововведения. Для того, чтобы в этом году детям сдать государственную итоговую аттестацию, получить аттестат, они должны сдать русский и математику в обязательном порядке в классической форме в пунктах проведения экзаменов. То есть они сдают обычный основной государственный экзамен, как это всегда было раньше, в пунктах русский и математику. Единственное изменение касается предмета по выбору. Ребята будут писать его в виде контрольной работы в своей образовательной организации в мае до начала периода государственной итоговой аттестации. Что касается выпускного, то массовые мероприятия пока запрещены, поэтому на сегодняшний день не планируется никаких привычных вечеров. Каждый год весной в нашей стране проходит акция «Единый день с дачей ЕГЭ родителями». И Саров традиционно в ней участвует. Также и в этом году родители выпускников могут пройти всю процедуру экзамена, узнать, что ждет их детей в ближайшее время. Начинается все с показа документов. Здравствуйте. Свои личные вещи выпускники должны оставить на входе, затем пройти через досмотр металлоискателя. В аудитории при участниках распечатывают кима, объясняют, как заполнять бланки. И вот спустя 30 минут начинается сам экзамен. Чтобы выполнить процедуру, родителям дается полчаса. Кто-то ушел раньше времени, а кто-то писал экзамен до конца. Ну, я это уже прохожу второй раз. В прошлом году я тоже проходила, мы писали историю. Ну, детям будет, мне кажется, легче, чем родителям. Гюрократии добавили еще больше только. Сейчас прошла процедура ЕГЭ, как впечатление? Поняла, насколько сложно детям сдавать ЕГЭ. Насколько волнение начинает захлестывать во время ожидания, пока распечатаются все материалы, пока они проверятся, пока будут розданы ученикам. Волнение зашкаривало. Акция в Сарой проходит уже много лет. Каждый год в ней принимают участие около 15 родителей. Это не обязательно мама и папа выпускников этого года. Иногда взрослые заранее хотят понять, что ждет их восьми или девятиклассник через несколько лет. Вы знаете, родители всегда говорят спасибо, потому что мы, опять же, смогли испытать вот это чувство на себе. Хотя, вы знаете, мне кажется, я всегда об этом говорю, что дети спокойнее относятся к этому процессу, чем даже мы, родители, воспринимаем. Дело в том, что у детей достаточно большое количество пробных экзаменов, достаточно серьезная подготовка на каждом этапе. Напомним, ЕГЭ в этом году из-за пандемии опять пройдет в особом формате. Школьникам, которые не планируют поступать в высшее учебное заведение, достаточно сдать два государственных выпускных экзамена по русскому языку и по математике. Тем, кто планирует поступать в ВУЗ, придется пройти процедуру ЕГЭ. В обязательном порядке они сдадут русский язык и предметы по выбору, необходимые для поступления. Основной этап ЕГЭ пройдет с 31 мая по 25 июня. И я от всей души, конечно, желаю детям, которые выберут в этом году поступление в ВУЗ, и кому предстоит сдавать именно государственную току в аттестацию в форме единого государственного экзамена, желаем удачи, спокойствия, самое главное, и уверенности в своих силах. Ну а родителям поддержки детей и понимания того, что мы все преодолеем, со всем справимся, и что ЕГЭ – это точно не самое страшное в жизни. Поэтому всем удачи. Возраст 50+, сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, а также ожирение – это факторы, которые могут привести к тяжелому течению COVID-19. Но их отсутствие вовсе не гарантирует, что коронавирус не даст осложнений. Проблема болезни в том, что ее симптоматика до конца еще не изучена, и полностью защитить себя мы пока не можем. Поэтому важно правильно действовать при первых симптомах заражения. До результатов мазка принимать противовирусные препараты, а в случае положительного теста точно следовать рекомендациям лечащего врача. У запатентованного лекарства от COVID-19 есть целый ряд противопоказаний. Препарат нужно принимать под контролем врача. То есть в том плане, что он имеет оброчные действия, там повышается мочевая кислота в крови. Ну и ряд нюансов. У кого тяжелое заболевание печени и почки, его нельзя использовать. Самое главное – никакого самолечения. Неправильно подобранные препараты принесут больше вреда, чем пользы. А если есть отягчающие и сопутствующие заболевания, то по новым правилам человека с положительным анализом на COVID-19 должны госпитализировать. Даже при легкой симптоматике. Течение болезни у групп риска непрогнозируемое, и отсутствие медицинского контроля может привести к печальным последствиям. Болезнь протекает очень коварно. Первые пять дней. Вообще никаких серьезных нет симптомов. Обычно это потеря обоняния может быть, да, там какой-то насморк, заложенность носа, боль в горле, покашливание. А начиная на седьмой-восьмой день болезни или десятый день, это уже, конечно, тяжелая форма болезни начинается. Резко повышается температура, одышка, и человек нуждается в экстренной госпитализации. Профилактика COVID-19 проста и понятна. Маски, проветривание помещения и увлажнение воздуха, физическая активность, правильное питание и витамины. Восстановительный период после болезни тоже важен, и он тоже должен проходить под присмотром врача. Особенно после тяжелого течения болезни. Через три месяца, через шесть и через двенадцать месяцев нужно делать контрольное КТ, если были массивные изменения легочной ткани. Вообще рекомендую два года наблюдаться после COVID-19. В том числе УЗИ сердца проводить, на предмет аритмии. УЗИ исследования, ультразвуковые исследования органов брюшной полости. То есть нужно комплексно наблюдаться. Умеренные физические нагрузки, адекватное питание с исключением сахаров и быстрых углеводов, рациональный режим труда и отдыха, а также витамины В, Д и фолиевая кислота помогут сократить период восстановления после COVID-19. Каждый ребенок в нашей стране знает, кто такие Элли, Страшилы и Железный дровосек. И какое самое заветное желание было у льва. В этом году отмечается 130 лет со дня рождения автора цикла книг «Волшебник изумрудного города» Александра Милентьевича Волкова. И первую встречу в рамках недели детской книги в Пушкинке открыли интерактивной программой, посвященной его героям. Ребята вместе с главной героиней, девочкой Элли, отправляются в путешествие в изумрудный город навестить Страшилу мудрого его правителя. Они встречают добрую волшебницу Велину, злую колдунью Бастинду, проходят множество опасных испытаний, проверяют свои знания и делают какие-то интересные для себя открытия. Это первая большая встреча в вочном формате. Весь год из-за коронавирусных ограничений библиотекарь устраивали для своих читателей мероприятием онлайн или собирали небольшие группы на мастер-классы. И вот, наконец, в Пушкинке настоящие каникулы, пусть и в масках. Понравилась вообще встреча, потому что уже больше полгода не было никаких встреч. Был карантин, дистанционка и вообще просто посмотреть на мероприятие было большим праздником для меня. Впереди у читателей Пушкинки литературные турниры, театральный экспромт и знакомство с новыми книгами и концерты. Мероприятие также проходит и в структурных подразделениях библиотеки. Подробная программа на сайте пушкинкодефиссаров.ру Как правильно общаться с людьми, тактично отвечать на некорректные вопросы и с какими трудностями можно столкнуться на первом курсе универа. На занятии школы лидер с воспитанниками поговорили о социальных навыках, необходимых для жизни в современном обществе. По моему мнению, эта встреча принесла ребятам понимание того, что такое этикет, какой он бывает, как себя вести в обществе. Это этикет не только столовой, как разложить вилки, ложки, ножи, как выглядеть, как пойти на деловую встречу, как презентовать себя в университете. Вот ребята у нас пойдут через год, через два в университет. Артем Белавин рассказал ребятам о том, каково быть первокурсником, жить в общежитии и что делать со страхом первой сессии. Ребята задавали немало вопросов, поскольку скорой им предстоит сделать этот маленький шаг в большую жизнь. Ольга Шадиева рассказала о правилах этикета и поведении в обществе, а также объяснила, как они помогают добиться успеха. Свои тезисы она иллюстрировала фрагментами из популярных фильмов. Аудитория прекрасная, ребята оказались очень отзывчивые, не только ребята, но и взрослые. Получился очень интересный диалог, такая некая дискуссия по разным вопросам. Но, на мой взгляд, тема зашла. Тема интересна, и я увидела в глазах ребят, старшеклассников заинтересованность. В дальнейшем Ольга проведет в школе «Лидер» цикл занятий, в котором уделит отдельное внимание каждому аспекту, затронутому в этой беседе. За пять лет действия федеральной программы по переселению из АТО семья Кондревых стала пятой, кто получил сертификат на покупку жилья за пределами Сарова. Надеюсь, вы не потеряете связь с нашим городом. Ваши силы, ресурсы нам нужны. Эти деньги вам помогут создать что-то светлое, хорошее, о чем вы вполне мечтали, о чем ваша семья мечтала. Документы главе семьи вручил Алексей Сафонов. Срок действия сертификата – 7 месяцев. За это время Кондревым нужно успеть купить жилье. Исходя из того, что их 4 человека, мы оплачиваем им 72 квадратных метра, но по стоимости, которая утверждена для России, это в районе 49 тысяч, сертификат составляет 3,5 миллиона. Чтобы стать участником программы по переселению из АТО, нужно выполнить несколько условий. Не должно быть жилья за пределами города, в течение пяти лет не ухудшать свои жилищные условия и передать имеющуюся жилплощадь администрации Сарова. Программа действует для тех, кто отработал определенный период времени в организациях, которые обеспечивают Российский федеральный центр либо сам Федеральный ядерный центр и сотрудники государственных и муниципальных учреждений. При этом стаж работы должен быть не менее 15 лет в этих учреждениях. До 1 июля в администрации формируют новые списки желающих купить жилье за пределами САТО. Узнать подробности участия в программе можно по телефону Зрелищно и нервно прошел финал чемпионата города по баскетболу. За первое место боролись команды «Полет» и «Звезда». В составах опытные игроки сборной Сарова, ветераны спорта, а также несколько молодых баскетболистов, которые стремительно набирают обороты. Команд, в принципе, у нас на чемпионат города больше всегда выходило. Но пандемия внесла свои коррективы и организовалась, так скажем, в основном две самых сильных команды. Ну, сегодня повезло, конечно. Большая удача улыбалась команде «Звезде». Полет удивлял комбинациями «Звезда», скоростью и давлением в обороне. Однако к середине встречи отрыв последней команды был уже существенным. Потом один за другим последовали штрафные броски. Игроки иногда ценой падений и столкновений пытались удержать мяч. Звездные спортсмены взяли соперников напором и до конца матча удержали весомое преимущество в счете – 109-68. Игра складывалась достаточно легко. У нас команда опытная и молодая. Играли пятерками молодых и опытных. Мы бегали опытные, забивали. Соперники тоже достаточно опытные игроки. А им, мне кажется, не хватило просто молодости. У них очень много опытных игроков, но не хватило скорости, не бежали. После финального свистка организаторы наградили призеров и лучших игроков чемпионата. В команде «Звезда» им стал Юрий Миносян. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова